записал уже видос тут был косяк в коробках который вроде как уже пофиксили на форуме пишут по крайней мере мало того что в коробках был косяк так еще и т95 е2 это наградной танк он не премиумный боже мало того что это самый днищенский танк в коробках который просто бездарный максимально он еще даже не прем танк боже да прокачиваемый танк надо было в коробку засунуть приветствую вас дамы и господа расскажу вам про контейнеры путь воина с 6 февраля по 26 февраля у нас доступны данные контейнеры они в два раза дешевле чем контейнеры на новый год но и сейчас вы наверное убедитесь почему один контейнер стоит 39 рублей 250 золота либо за золото берем либо за рубли не ограничено в день сколько хотим гарантированный танк выпадает на сотую коробку если танк у нас уже есть то он не выпадет будут выпадать только те танки которых у нас нет и это я думаю хорошо если танк уже у вас есть а именно все то начнут повторяться вот если вам выпадет танк который у вас уже есть тогда будет 50 процентов компенсация 5 500 золота то есть в принципе если у вас все танки есть из представленных в коробке то вам уже нет смысла я думаю брать эти контейнеры у меня допустим из этих всех нету только одного но если выпадет танк аж на гарантированную коробку то это будет 25000 золота 100 коробок по 250 золота либо 3900 рублей при этом никакой скидки за покупание больших паков коробок нет поэтому я думаю нужно покупать по чуть-чуть вдруг он выпадет заранее чтоб заранее остановиться и не купить лишних поскольку у меня допустим все танки есть из-за этого контейнера кроме нового кпз проект 68 п немецкая стрешка премиум на 8 уровня тут все прям танки 8 уровня шанс выпадения прям танка один процент также есть 2d стиле шанс выпадения 25 процентов также есть всякие декальки и какие-то марки также сто процентов выпадают ресурсы 100 тыс золота 250 тыс золота дни према 13 различные там расходники по 5 штук инструкции по две штучки ну и в принципе все по сути для чего нужны эти контейнеры чтобы получить танки которых у вас нет если они вам нужны если же у вас эти танки есть или остальные вам не нужны то в принципе то больше ничего интересного вы не получите золото из контейнеров не падает как-то отбить стоимость контейнеров золотом вы не сможете здесь чисто напрямую вам говорят о том что вот есть танки если они вам надо берите на мой взгляд вижу я этот список танков и здесь какие-то все немножко не до танки по статистике здесь наверное самые сильные это сэндлок и защитник вот они по статистике выше всего немножко отстает от них объект 259 а и еще чуть-чуть отстаёт в ez1 13 2 по статистике в принципе они не так уж и плохи но до имбовых танков им далеко то есть это просто сбалансированные сложные в реализации танчики а вот т-95 е 2 это танк даже старее защитника которому семь лет это американская стоишь к 8 уровня которая то ли за рефералку когда-то давно выдавалось лет 300 назад то ли они знает что там не пробития нет ни какой-то там альфы, еще огромная люстра на башне, в общем и целом и броня-то тонкая. В целом в танке ничего особо такого нет, он здесь явно самый слабый. Да, если посмотреть на параметры Кампанзер 68П, то здесь у нас получается пробитие, альфа, УВН, отсутствие ДПМ, вроде как неплохая скорость, но полное отсутствие брони. Ну ладно, если вы попадете в ободок маски, то там броня немного есть. Если вот так вот посмотреть на весь список танков, то я бы не сказал, что какой-то из них прям необходим всем и каждому, прям реально хочется что-то сильно получить. Танки вроде как пробаланс, не самые плохие, не самые хорошие, единственное, что может быть какого-то из этих танков у вас нет, и вам зачем-то он нужен. Что из себя представляет Кампанзер 68П, я на нем еще не играл, поиграю, будет видно. В целом коробки дешевые, ну и тот набор, который в них есть, тоже я бы не сказал, что ошеломляет или какой-то вау, нифига себе какие танки. Тем более у вас эти танки некоторые могут отсутствовать в Анаре. Вот допустим за аукцион Объект 259А, или вы не захотели слабоватый ЗС-113-2 покупать, или у вас старючего Т-95Е2 нету. И прежде чем вы дойдете до нового Кампанзер 68П, вам сначала нужно будет их выбить, а может быть вам сразу тот выпадет, не факт. 1% шанс выпадения танка это все-таки очень мало. Если вам будет выпадать всегда там на сотую, то 25 тысяч золота, или 3 900 рублей за один такой танк, на мой взгляд это очень дорого. Смотрю я короче на набор этих танков, и на содержание коробок, прям какого-то желания накупать миллионы, миллиардов коробок не возникает. Тем более, что все эти танки, кроме одного, у меня в Анаре есть. Но и при этом, при всем, я на них особо-то не играю, поскольку они мне либо надоели, потому что они вышли 7 лет назад, и я на них наигрался, пока набивал 3 отметки, либо они вышли недавно, но они не дотягивают своим комфортом для того, чтобы я на них играл часто, такие как Объект 259А, или ВЗ-113-2. Т-95Е2, я вообще считаю, что не стоит на нем вообще играть в нынешнем рандоме, это сверхслабый танк. Сенлок, конечно, для любителей ЛТ более-менее нормальный танк, но я не особо люблю играть на ЛТ, поэтому тоже мим. Вот и получается, что эти все танки вроде как есть, а зачем они у меня есть, я не знаю. Но можно попробовать по чуть-чуть покупать коробки, раз они все равно за большой пак никакой скидки не дают, чтобы может быть до сотой коробки выпадет этот Камбанзер 68П, чтобы на стриме вам его показать. Но если дадут его на пресс-аккаунте покатать, то я, честно говоря, лучше бы не покупал, наверное, эти коробки. Если дадут покатать на пресс-аккаунте, я вообще не буду их брать, я не вижу смысла. Единственное, что, насколько я вижу, как делает Леста вот эти вот мероприятия с коробками, хочется такой танк взять и поставить себе в ангар, скорее не для того, чтобы на нем катать, или он мне прям сильно нужен, а для того, чтобы он с собой заткнул дырку, и в следующих каких-то таких событиях он мне уже не выпадал, потому что он у меня уже есть. И сразу выпадало то, что мне надо, если оно там будет. Но пока что очень много вот этих затычек, а все танки в этой коробке практически, я считаю, что это просто затычки какие-то, а не танки. По статистике они, в принципе, нормальные, но играть на них реально сложно, на всех. Кроме Т-95Е2 это вообще не танк. Ну и Объект 259А мне, в принципе, более-менее зашел. Единственное, что он очень слаб по броне, и на нем приходится играть в крысу. А вот ВЗ-113-2 мне вообще не зашел, поскольку пушка сверхслабая. Защитник, понятное дело, супер старый, я же не буду на нем 7 лет играть. Ну а Сэндлок это ЛТшка неплохая. В принципе, вот такие вот контейнеры, пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, и радик красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.